Здесь, около тротуара и грязи, сейчас находятся торговые места продавцов, которые реализуют лично выращенный урожай. Территория тесная, а из-за отсутствия ларьков и торговых палаток, людям приходится раскладывать овощи и фрукты на поддоны и строить прилавки из подручных средств. Мы здесь торгуем давным-давно. По поручению Акима города, по всему городу на рынках были установлены торговые прилавки железные открытые для дачников. У нас эти были прилавки, мы здесь торговали. В этом году, в апреле месяце, курирующий администратор этого рынка, Арман Ернаулы, забрал эти прилавки и до сих пор не привозит. Мы уже и к нему обращались, и в Акимат города обращались, и в 109 службу обращались. Нам обещают каждый день их вернуть, но так и не возвращают. Татьяна здесь не одна такая, кто хочет вернуть свое прежнее торговое место и продавать свежие овощи в нормальных условиях. В ларьках, которые им длительное время предоставляла администрация коммунального рынка Табыс, было 6 торговых мест. Теперь же из-за их отсутствия здесь сидят лишь 2-3 продавца, которые забили тревогу. Курирующий администратор Арман Ернаулы основывается на том, что здесь как-то мусор мы разводим. Это такого нету. Мы за собой всегда прибираем, во-первых. Во-вторых, здесь пусть контролирующий орган правоохранитель смотрит. Здесь люди ходят без определенного места жительства. И они здесь как-то мусорят, за ними никто не смотрит. И нет ответственного человека по эту рынку. Пусть остановят ответственного человека. Мы даже сами за ними прибираем. Во-первых, здесь не облагорожено. Смотрите, какое здесь болото. Мы приносим, например, доски, какие-то фанеры. Весной и осенью здесь наши прилавки стоят в воде. Главный вопрос волнующий дачников, когда им вернут ларьки и вернут ли их вообще. На это в администрации рынка Табыс пояснили, что ларьки изъяли из-за плохого состояния. Теперь на их место планируют установить новые. Но и это еще не все. Когда стоят, они убираются за собой. Мы постоянно им подтвердим об этом, чтобы они убирались за собой, чтобы соблюдали санитарных норм. Они вот этого тоже не убираются. Это вот вторая причина, почему мы убрали. К нам поступило много звонков, жалоб со стороны пожилых людей. И мы на этой неделе переведем нового образца прилавки. Итак, возможное несоблюдение санитарных правил стало причиной того, что администрация без предупреждения решила убрать отсюда торговые палатки, тем самым лишив прилежных дачников приработка, а актюбинцев – возможности покупки ягоды, зелени и овощей, выращенных вне теплиц и по традиционным агротехнологиям.